Вот больших собак двух нет. Вчера привезли собак, сегодня собак нет. Охранник говорит, они убежали. Куда они убежали, неизвестно. Почему вот эти собаки сидят, которые здесь в клетках сидели, а те убежали, оказывается. Вот собак вот просто сдали куда-то. Мы выехали в Карасайский район Алматинской области. Сюда нас пригласили зоозащитники. Они утверждают, что здесь нарушаются права животных. Так ли это на самом деле? Сегодня разберемся. Гуманная эвтаназия на бумаге, а на деле мучительная смерть. То есть собака просто обездвиженная, но она не умирает. И просто этих всех собак закидывают в яму, сверху там закидывают с хлоркой, землей и так далее. И они живыми выходят, умирают там в яме. Где и как хранятся смертельно опасные препараты? Что необходимо сделать, чтобы снизить численность бродячих животных? Чтобы чипирование проводили, бедпаспорта, чтобы у всех были, чтобы прививки ставили постоянно, бешенство. Как говорится, чтобы следили за состоянием животных, осмотре. В нашу программу обратилась жительница Каскелена Любовь Васильевна. Женщина потрясена. Дело в том, что служба отлова чуть не забрала их домашнего любимца. Чтобы вернуть питомца, женщине пришлось вступить с парнями в рукопашный бой. Сегодня утром я собирала траву для коровы, выскочила моя собачонка. Сразу подъехали отловщики собак. Быстро ее и в этот ящик. Доча из окна увидела, что собаку нашу забрали. Мы побежали, давай отдайте собаку, не отдают. Давай в пору драться. Я на него толку, не дают. Отдай, отдай мою собаку. Вот она, эта собака. Я вот увидела, как вот прямо из окна на петле вот отсюда тащат нашу собаку. Они за ней гоняются. Она вообще людей боится. Она не подходит никому. А мама у меня инвалид второй группы, она уже старый человек. Она плохо видит, уже не дослышит. Она пока ушла, прикрыла дверь. И она возле двери сидит. Вот они едут, видят. Несмотря ни на почетный возраст женщины, ни на мольбы отпустить собаку, сотрудники отлова поместили животное в ящик. Согласно правилам, отлов бродячих животных должен совершаться с соблюдением прав и законных интересов лиц, проживающих на этой территории. Причиной отлова является укус или немотивированная агрессия животного. Однако агрессию в данном случае продемонстрировали лишь сотрудники отлова. Парень с отлова меня шибанул на асфальт. Я вот коленку ободрала. Кричу, отдайте, отдайте. Тут все соседи вышли. Отдайте, приедете в отлов туда, где они, как называется, компашмамбит. Почему я должна туда ехать, если ты возле моего двора забрал ни лающую, ни кустающую собаку? Отдай, пожалуйста, назад. А здесь вот... У вас самочувствие ухудшилось? Ухудшилось, конечно, я вот никакая целый день. Целый день. Я не могу ничего делать. Так нельзя. Нога болит? Болит, конечно. Покажите. Прямо вы на землю упали, да? На асфальт вон там упал, вот, обудрано все. В вашем возрасте так падать, конечно, это чревато вообще. У женщины несколько собак. Буквально месяц назад они уже забирали с отлова другого своего любимца. В тот раз собака была в ошейнике и также сидела возле дома. Женщина недоумевает, отчего у сотрудников отлова такой интерес к домашним собакам. И когда мы залезли в эту машину забирать ее, там сидят все домашние красивые жирные собаки. И поэтому и наша Найда, посмотрите, а у нее она жирная, там я ее держать не могу. Они за нее и вцепились, и не отдавали нам ее. Минут 20 вот эта борьба тут шла. Уже вышли все соседи, я давай при них звонить в милицию. Милиция сказала, сейчас приедем, и только тогда они нам отдали собаку. Вот они встанут здесь и по 3-4 часа стоят, выжидают, когда у кого-нибудь из подворот вылезет щенок или домашняя собака. Я им уже два раза сказала, говорю, ребят, вы поезжаете на авторынок, там дикие прям стаи огромных собак. Ну, никто, даже, знаете, не реагирует на это, что нужно ехать. А собирать домашних собак, конечно, легче. Они не кусаются, их можно быстро на петлю поймать и увезти в отлов. Во-вторых, вот мы ездили, у нас еще одну собаку в ошейнике также увезли месяц назад. Мы туда поехали. Мы, во-первых, найти не могли, мы два раза волонтеров искали. А потом, когда приехали туда, там очень много домашних собак. Вот прям домашние, они все плачут хвостами, виляют. Никто, там диких собак я и не видела. За консультацией мы обратились к зоозащитнику Тинаиде Тихоновне. Она в течение нескольких лет следит за работой отлова как в Алма-Аты, так и в Алма-Атинской области. По ее словам, службы должны заниматься только отловом бродячих животных. Начнем смотреть правила. Не буду я смотреть правила содержания, хотя здесь тоже очень-очень много. Мы сейчас поднимаем больной вопрос о клубе уничтожения бродячих животных. Первое, что мне хотелось бы задать депутатам, вот как они дают классификацию, бродячие это животные или нет. Потому что у нас нет единой базы учета домашних животных. Поэтому прежде чем говорить бродячие животные, бездомные животные, безнадзорные животные, вот такая идет классификация. Без единой базы животных невозможно определить, какое оно – домашнее или бездомное. Лишь по внешним признакам ошейнику и чипу. Отлавливать домашних животных службы отлова не имеют права. Однако буквально несколько недель назад у женщины забрали собаку с ошейником. Своего питомца она нашла в изоляторе временного содержания для бездомных животных, которые находятся в поселке в Кошмамбете. Мы когда первую собаку у нас отловили, хорошо, что соседи видели, соседи сказали нам, что да, ее отловили. Мы стали искать где-то этот отлов, и по картам, куда мы только не обращались, мы не могли найти. Потом нам сказали, что в Кошмамбете. Мы поехали, мы там объездили все поля, мы все вот, мы не могли найти где, где этот. Потом нашли волонтеров, и волонтеры поехали с нами, мы забрали ее оттуда полдвенадцатого ночи. И самое интересное, что мы-то зашли, там пионерский лагерь рядом, ровно 500 метров от пионерского лагеря стоит печка, где сжигают животных. Смотрите далее. Мы отправились в поселок Кошмамбет, в изолятор временного содержания бездомных животных. Какие нарушения зафиксирует наша съемочная группа? Итак, мы выехали в поселок Кошмамбет. Ни одного указателя, что здесь находится изолятор временного содержания для бездомных животных. Вдоль дороги доброжелательная вывеска – питомник. Территория не огорожена. В глубине за зарослями кустов стоит вольер. По собакам видно, что они голодны. По словам охранника, собак привозят каждый день до 12 часов. Однако уже три дня собак сюда не привозили. Возникает резонный вопрос, куда увезли собак, которых сегодня собрали в Коскелине. По данным девочек, собак уже неделю сюда не привозят. Других вариантов нет, вот куда должны они привезти? Других вариантов нет и не может быть, потому что по Карасайскому району только один отлов. И всех собак они должны привозить сюда. В Карасайском районе работают волонтеры, которые забирают с изолятора собак, ставят им прививки, стерилизуют и отдают в хорошие руки. Осель приезжает сюда ежедневно. По словам, вот уже неделю в вольере одни и те же собаки. И это несмотря на то, что отлов ведется ежедневно. Выходит, собак в последнюю неделю вот уже вообще не привозят сюда. То есть каждый день отлов ведется, но собак не привозят. Вот вчера выходят, девочки, пять собак вывезли отсюда. Это вот оставшиеся. До этого тоже собак вывозили. Вот сегодня отлов мы уже знаем был. Но собак нету. Куда они увозят собак, неизвестно. Потом, вот все лето мы приезжали, выходит, государство выделяет деньги для содержания собак. Как мы не приедем сюда, здесь всегда огрызки, арбузные корки. То есть собаки от голода, они едят эти огрызные корки. Потому что есть больше нечего. Вот сейчас тоже еды, ничего нет. Вода тут они вон с речки набирают, приносят. И то после того, как мы вот сюда вмешались, кричим, ругаемся, хотя бы что-то ставьте, хотя бы воды летом ставьте. Согласно гражданскому кодексу, отловленные собаки должны находиться в изоляторе до 60 дней. За это время в газеты дается объявление о том, что нашлась собака, чтобы у хозяев была возможность забрать своего питомца. Везде фигурировала статья Гражданского кодекса Республики Казахстан, который выше всех законодательств, 246-я, где четко было прописано, что бездомное животное, безнадзорное, отловили, привезли в изолятор временного содержания. В течение трех дней должны были дать в СМИ уведомления, чтобы хозяин, если потеряно животное, разыскал его. Далее получается, животное должно было содержаться в изоляторе временного содержания в 60 дней. Ни о какой эвтаназии в данном законодательстве разговора нет. Но наши уважаемые чиновники, уважаемые ветслужбы, территориальные ветинспекции, ветеринарные инспекции очень хорошо устроились, и они переплевывают закон Гражданский кодекс на закон о ветеринарии, статью 11. Отлов и уничтожение бродячих животных. Все, больше там ничего не написано. Опять же вопрос. У нас нет базы, единой базы. Каким образом они это определяют? Бродячее это животное, бездомное это животное, безнадзорное. Может быть, оно только выскочило на улице, хозяин его сейчас кинется искать. Если бы в районе следовали этим правилам, то четырех вольеров было бы недостаточно, ведь отлов ведется ежедневно. И собак в изоляторе должно быть в разы больше. Вот мы приехали в изолятор временного содержания Карасайского района. Что мы здесь видим? Вот в Фаузе, если можно было бы выразиться, да, ну, нецензурной бранью, я бы это сказала. Но я скажу так. Условия для содержания животных абсолютно отсутствуют. Условия просто идут приспособленческие. Нету ничего оборудованного, как положено, на месте изолятора. Изолятор должен быть огражден. Должна быть санитарная зона. Должна быть зона осмотра животного, который поступает, потому что согласно правил, которые они приняли 31 июля 2019 года Алматинской сессии Маслихата. У них там все идет гуманно. Но тут далеко не до гуманности. Смотрим. Тут даже о заборе и об рождении никакой речи нет. Тут, во-первых, территория заброшена непонятно где. Берем статью 246 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Должна быть информация о животных, выкладываемая в сети. Никакой страницы в сети нет. Это спасибо девочкам-волонтерам, которые вот здесь вот в Каскелине занимаются. Три девочки, которые просто неравнодушны к такому состоянию. И они стали хоть как-то фотографировать и выкладывать эти фотографии от ловленных животных. Дело в том, что основная масса животных домашние. Это первое. Второе. Вот сейчас немаловажно напрашивается вопрос. Мы были по инциденту, где сегодня у женщины забрали домашнюю собаку. И они сказали, что полная 0,88-я газель была забита домашними собаками. Приехав сюда, мы ни одной собаки не видим. Да. Это очень даже интересно. Глядя вот на вот эти вольеры, так называемые, которые должны быть металлические. Металлические. Тут просто-напросто интересно, сколько это себестоимость этого вольера. Вода грязная, еды нету, как вы видите. Территория, где находится изолятор временного содержания, частная. Ее Акимат берет в аренду. Нет комнаты осмотра животных. Дом, который находится здесь, как нам пояснили, частный. В нем живет охранник. Возникает вопрос, где хранятся медикаменты. Территория не огорожена, рядом находится детский оздоровительный лагерь. Вот смотрите, что должно быть в изоляторе временного содержания. Первое, что должно быть, вывеска. График работы, график выдачи. Должно быть место, место осмотра поступает, когда животное. Ведврач обязан осмотреть данное животное. Если есть какие-то травмы, если есть какие-то подозрения на, как говорится, заболевания, если это ветстанция, животное должно содержаться где-то отдельно, карантинная зона должна быть. И учитывая, учитывая, что здесь степь да степь кругом, нету освещения, я, то задается вопрос, это что, ветстанция? В зоне эвтаназии, во-первых, не должна находиться рядом с клетками, где находятся живые животные. Второе, зона эвтаназии должна быть, стол должен быть, должно быть. Где здесь в темноте вот это все, это что? Вы посмотрите, весь, ни освещения, ничего нету. И получается, что ничего нету? Должен металлический стол быть, который должен обрабатываться. Все должно быть. Тут, вы посмотрите, даже пол, пол весь в пекальных выбросах каловой массы, которой животные мучаются. Мы не видим, должны быть где-то препараты храниться. Задаю вопрос в этом доме, препаратов нету. Это что? Откуда препараты берутся? Непонятно, холодильника нету, ничего здесь нету. Это что за зона вообще непонятная? И называется еще и питомником, красивым словом. Без графика работы, без ничего. Вот сейчас мы, похоже, увидели белую газель, а тут одна единственная газель работает, но почему-то она исчезла. Она развернулась и уехала? Она, похоже, развернулась и уехала. Видимо, предупредили о том, что... Да, видимо, а, кстати, вон человек звонит. Повернись туда, вон он звонит. Снимай его. Вон он ходит в красном этом самом. Сторож якобы названивает усиленно, что здесь приехал канал. Естественно, они сейчас уйдут, но это тем хуже им. На дороге и в самом деле остановилась газель. Сотрудники отлова в Каскелине работали именно на таком авто. Подъезжать ближе водитель не спешит. Видно, что охранник с кем-то переговаривается по телефону. Видимо, предупреждает о том, что здесь работает съемочная группа. Прождав минут 15, мы выходим навстречу. Сотрудники отлова решаются заехать на территорию. Но с условием, что мы должны уехать. Только тогда они начнут выгрузку животных. Вот сейчас у нас приезжает бригада отлова на машине. Собаки отловленные. Но машину не открывают. Просим открыть. Нам зам Аким в прошлый раз на беседе говорил, что доступ для нас именно разрешил. Но для них никто не имеет значения. Слова ничьи они не слушают. Сами по себе выгружать. Говорят, мы не будем. Хотят уехать. Но мы просто здесь перекрыли дорогу. Не даем им выехать. Я так понимаю, что при нас не хотят выгружать собак, так как нет спецоборудования для этого. Петля у них железная. Одну петлю я сама изъяла. Она у меня в машине лежит. Также есть зафиксированное видео, где я петлю изымала. Сейчас также у них те же петли. Хотя говорили, что предпримем меры после нашего разговора. Но до сих пор петли те же. Мой газель вся закупоренная. То есть дышать собакам там нечем вообще. Номера частные. Нигде нет надписи, что это ветеринарная клиника, ой, служба, кроме как на куртке у сотрудника. То есть если такая машина заедет во двор или на улицу, то жители не будут знать, что работает отлов. Хотя должны быть какие-то обознавательные знаки. Хотя бы на лобовом стекле должна быть надпись о том, что это отлов. Как нам пояснил водитель, опознавательных знаков нет, так как машина частная. Как вы работаете вообще? У вас есть график работы? Какой вот у вас график работы? До скольки вы должны осуществлять? С 4 до 12 вы осуществляете отлов животных. Дальше. Сюда вы во сколько должны приехать? Сюда, значит, вы должны уже к часу подъехать, правильно? Сейчас 3 часа. Где вы 2 часа катали собак? Знаем. Жирненьких куда-то, например. Ну, 2 часа где вы катали? Не успеваем. Бывает, в лобках стоим. Каждый день занимаетесь отловом? Не думаю, много. Но вы же не в Алма-Ате работаете, вы же по области работаете. По области еще пробки не бывает в Каскелине? Ой, какие пробки. Ладно, по пробкам с Каскелина досюда вы едете 2 часа, да? Заявки много бывают. То есть заявки ежедневно, да? Бригадир, ему можно все вопросы. А, вот вы бригадир? Заявки ежедневно, да, у вас поступают? Это директор сказал, что он бригадир. То есть вы ежедневно привозите сюда в 12 часов собак? Бригадир, мы за работу заканчиваем. Еду не в машине. Говорят, что вот это собак... Пол второго уже закончили. Пол второго сюда приезжаете? Окей. А почему вот девушка говорит о том, что вы уже неделю сюда собак не привозили? То есть собаки не меняются уже неделю? Как неделю? Ну, каждый день здесь. Каждый день здесь? Да, конечно. Каждый день привозите собак? Вчера сколько собак привозили? У охранника спросите, они считают. Ну, они сказали, что вас три дня не было. Куда собак девали за три дня? Как три дня не было? Три дня, сказали, не было у вас. Вы говорите, что вы каждый день вчера ездили, вчера привезли. А где журнал? Журнал дома. Журнал дома? Да. То есть вы работаете, а журнал дома, да? Ага. Особенно журнал заявок. Видимо, у сотрудников отлова отличная память, способная запомнить данные и адрес заявителя, описание собаки и другую необходимую информацию. Весь журнал с заявками они оставляют дома. Вот уже полчаса собаки сидят за купоренной машиной. Мы слышим их визг. Только после угроз и призывов к совести сотрудники отлова решаются приступить к выгрузке. И тут становится ясно, почему они медлили. Во-первых, выгрузка идет при помощи железной петли, а должны быть переноски. Во-вторых, и самое страшное, что все это время собаки находились в одном ящике полтора метра на метр. Вместе и щенки, и крупные собаки. Стоит заметить, что ни одна собака не проявила агрессии. К концу выгрузки приехал главный ветеринарный врач района. По правилам ветеринар должен принимать животных и проводить осмотр. Больные помещаются в отдельный вольер. Сюда идите, сюда вы ветеринар. Так, держи пленку. Куда отойди. Больную собаку. Сейчас вот. Больную собаку. Больную сюда. Подождите. На метре. Без поддержки. Собака задыхалась. Вы какое осмотре сейчас можете сделать? Животные голодные. Вы посмотрите, чем кормятся животные. Я не знаю. По чему, да по капусте можно так сказать. Понимаете, как это сыграет? Корм есть. Для чего? Для отмазки? Для чего? Для человека работают. Какие? Мы сейчас подъехали. Я вам говорю, что вот эту собаку инвалидов то смотрю. Вы посмотрите, что делаете. Большие собаки. Вы сажаете мелких с ними. В клетке набито. В клетке. Вот это все было с... Открыть, пожалуйста, машину. Если ты не ваша ежа. Второй блокбот открой. Так, Ержан, можно вас? Ержан, можно вас? Подождите, там собака не бежит. Не, вы бежит. Сюда, зайдите. А вот, пожалуйста. Это Айтеевская клетка. Это Сайтеевская клетка. Вот в этой клетке 20 собак. Реально перевозить? Нет. Ержан, ответьте, пожалуйста. Реально в этой клетке перевозить? Это клетка Сайтея. В машине нечем дышать. Животные полдня, они приехали без пяти-три. 20 минут они мордовали с вашего распоряжения, мордовали животных в клетке. Естественно, что ни о какой гуманности речи нет. У нас также возникли вопросы к ветеринару. Ехала ли вы для препаратов? Для меня дома. А, дома даже, да? А на каком основании вы смертоносный препарат храните дома? Вы быстрее откройте клетку. На каком основании смертоносный препарат вы храните дома? Это есть смертоносный препарат. Да что вы говорите? Вы им убиваете же. Подождите, вы не смертоносным препаратом убиваете его. Это не запрещено. Да, конечно, человеческий причем. А почему вы им убиваете? Сначала мы посыпляем, потом мы даем. Препараты назовите? Да. Полсексан. А почему у вас один полексан, это или как он, полсексан называется? Это препарат? Это малых дозах. Она посыпляет. А, больших дозах. А, значит, вы работаете все-таки одним... У вас двухэтапная эвтаназия или двухэтапная? Да, да. Что оно? Где у вас зона эвтаназии? Покажите. Да, зона эвтаназии. Покажите. Каким образом? Почему нарушение идет зоны эвтаназии? У вас зона эвтаназия находится с вольерами, где находятся живые собаки. А на каких столах работают? Где столы? Прямо на полу? Конечно. Так. Охрана, откройте, пожалуйста, еще раз. Нам врач пояснит, что это такое. Вот здесь вот так ставите, все, да, ложите, прям на полу, да? Нет, почему на полу? Часки есть что-то? Нет, нет, это такое. Убивают. То есть, так, вот покажите, пожалуйста, как вы делаете. Вот я, животное, вы меня сюда завели дальше. Она зайдет. Вот тут асфальт. Зайдет, я видела, как она заходит. Вот сюда привезем, мне укол делаем. А кто делает укол? Я. Животных умерщвляют человеческим препаратом. О двухэтапной эвтаназии, предписанной правилами, речи нет. Более того, эти препараты хранятся дома у ветеринарного врача. По правилам умерщвления собак должен быть препарат, который гуманным образом усыпляет собак. Но здесь используется препарат Польсуксан. Это человеческий препарат, который вызывает паралич скелетных мышц. То есть собака просто обездвижена, но она не умирает. И просто этих всех собак закидывают в яму. Сверху закидывают хлоркой, землей и так далее. И они живыми выходят, умирают там в яме. Мучительная смерть. Мучительная. И ни о какой гуманности здесь даже речи не идет. И на этот день выделяет государство. Государство выделяет на все, да. Есть определенные правила отлова безнадзорных животных, содержания. Везде все прописано. Полностью все правила здесь они нарушают. Как нам пояснил ветеринарный врач, отлов работает строго по заявкам. И на каждую собаку должен быть акт приема передач. Однако об этих актах парни впервые слышат. Ну вот смотрите, отлов до 12 часов. Мы здесь в 3 часа были. 3 часа где машина ездила? По Каскелену. А, журнал можно заявок посмотреть? Где журнал заявок? Журнал заявок все. У вас дома? Нет, в конторе. А при чем есть контора? У них тоже на руках быть. Нет, у них. У них, да, где? У них кончат, я 4, чтобы заказал. И они сегодня без журнала, просто так, еще 3 часа лишних проникли. Нет, 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 акты есть. Покажите акты. Покажите акты. Акты, акты приема передачи. Покажите акты. Девочки волонтеры, а вы не будете показывать? Нет, это мои помощники общественные. Где акты? Он даже не знает какие акты. Он у вас спрашивает какие акты. Он спрашивает вас какие акты. Акты приема передачи. А он не знает ни с кем. Нет, это в таком ящике. График есть. Покажи. График и заявка это разные вещи. Заявки где? План, кто будет выполнять так? План вы не можете делать, план, потому что вы не знаете. У вас нет единственной базы по регистрации животных. Какой может быть план? Давайте, давайте акты сюда покажите сначала. График есть. Давайте акты. Несите его. Начальству акты покажите. Согласно правилам, причиной для отлова может стать немотивированная агрессия и укус. Даже несмотря на пережитый стресс, собаки не проявляют агрессии. По собакам видно, что они домашние. Сезон отлова бродящих животных проходит с марта по октябрь. На это время из бюджета выделяется 12 миллионов тенге. И несмотря на то, что животных успляют тысячами, проблема с их численностью не решается. Согласно простому расчету, по плану за сезон служба отлова должна уничтожить 4800 голов бродячих собак. Это только в Карасайском районе. Не работает наша ветеринарная служба. Не делают обязаловку того, чтобы чипирование проводили, ветпаспорта, чтобы у всех были, чтобы прививки ставили постоянно от бешенства, чтобы следили за состоянием животных, осмотры, все остальное. И самое основное, что не поднимается в Алматинской области, самый наболевший вопрос, это безграничное размножение бездомных животных, если они есть. Получается, что наша Алмата, допустим, город, работает три года, уже с 17-го года, ведется бесплатная стерилизация и кастрация животных, выделяется сумма из государства и бюджета, они осваиваются, делают клиники, бесплатную стерилизацию и кастрацию. Но области, она об этом не слышала, область этого не знает, они не живут в одной стране, в республике Казахстан. Это очень наболевший вопрос, потому что, но невозможность снизить численность бездомных животных, если мы не будем делать стерилизацию и кастрацию в обязательном порядке. Александр работает с ветеринарным врачом уже шесть лет. Говорит, в последнее время все чаще приходят клиенты с просьбой простерилизовать или кастрировать домашнего питомца. В среднем в неделю, за шесть рабочих дней, ну, пятнадцать, может быть, около двадцати операций. Чаще всего кошки. Стерилизация кошек, да, потому что люди не знают, куда девать котят. Ну, как бы вот простой способ, гуманный. Одна операция, утром привезли, вечером забрали, ничего страшного, не обработок дома, ничего не надо делать, как-то все просто. На третий день приезжаю, там, обрабатываем шов, все. В среднем стерилизация собаки стоит от двенадцати тысяч тенге. Все зависит от веса животного. Естественно, что многим жителям села это не по карману. Делает Александр и эвтаназию, но только в том случае, если собака неизлечимо больна. У меня эвтаназия совсем по-другому происходит. Не часто бывает, но все равно мы с клиентом много говорим, обсуждаем моменты. Эвтаназия гуманная у меня. До подробностей у меня получается, я ставлю катетер внутривенный, вожу наркоз, ксилонит, там, ранитар. Животное засыпает. И потом уже непосредственно ввожу вещество, там, несколько препаратов в одном флаконе, назовем так, который просто снижает давление до минимума. Ну и, как бы, просто остановка сердца. Собачка уснула и не проснулась. На медикаменты уходят примерно 3000 тенге и 1000 за работу. В это же время на убийство одной бродячей собаки в городе выделяют 9000 тенге в области 2,5. Со всеми собранными нами фактами мы отправляемся в Акимат Красайского района на встречу с Акимом. К сожалению, сам разговор нам записать не позволили. Аким заверил нас, что впервые слышит о такой проблеме. Более того, его удивил и тот факт, что землю для изолятора временного содержания животных Акимат снимает в аренду. Нас заверили, что будет назначена аудиторская проверка. Аким дал персональное указание во всем разобраться. Хочется задать вопрос вообще руководству Алматинской области. Они сейчас у нас являются главой вот этих районов, да, непосредственно глава, который утверждает смету доходов и расходов на текущий год. И вот каким образом все-таки проходят тендера у нас, каким образом допускаются частные службы котлову бездомных животных, так как машины не оборудованы, оснащения никакого нету. Если они выходят на работу в те же районы Карасайский, Ильийский район, Долгарский район, Инбекши-Казахский район, можно перечислить массу наших районов в Алматинской области, но изменений абсолютно никаких нет. Получается такая вот, я же говорю еще раз, картина, называется «Не ждали». А, вы нашли там какие-то неполадки? А, у нас вот это не оборудовано? А, у нас вот это не подготовлено? А, у нас вот это не сделано? Да, 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 устраним. Уже на следующий день волонтеры отправляются проверить собак в изоляторе, и к их удивлению все крупные собаки исчезли. Сбежали, сказал охранник. Почему не сбежали мелкие, непонятно, ведь сидели все в одной клетке. Будем надеяться, что нарушения и в самом деле устранят, а рекомендации направить деньги на стерилизацию будут услышаны. И мы начнем бороться с бродящими животными на новом, цивилизованном уровне. Это была программа «Обо всем без купюр». Вместе мы можем многое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова